В Лаусе продолжается саммит Асиан. Лидеры 10 стран Юго-Восточной Азии обсуждают такие темы, как Южно-Китайское море, права человека, торговля, наркотики и передвижение вооруженных группировок. Совет безопасности ООН во вторник осудил испытания баллистических ракет Пхеньяном, проведенный днем ранее. В Северной Дакоте продолжают протестовать индейцы. Они выступают против строительства нефтепровода, который пройдет в местах, имеющих для них историческую и культурную ценность. В столице Франции построят первый центр для мигрантов. В нем разместят около тысячи беженцев, которые в настоящее время живут на улицах Парижа. Рынок ювелирных украшений Великобритании не утратил своего блеска после голосования по вопросу Брексита. Он процветает благодаря слабому фунту и инновационному дизайну и предоставлению многообразного рынка для поставщиков. Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, ОСИАН, собрались на второй день саммита в Лаосе. В среду начались региональные переговоры. На них прибыли международные партнеры организации, включая представителей Новой Зеландии, Индии, США, Китая, Японии и Южной Кореи. Среди обсуждаемых тем – проблема спорных территорий в Южно-Китайском море, права человека, незаконная торговля наркотиками и передвижение вооружённых группировок. В ходе обсуждений предыдущего дня премьер-министр Японии Синзо Абба пообещал предоставить филиппинам два больших патрульных судна и около пяти разведывательных летательных аппаратов для использования их в Южно-Китайском море. Своё заявление он сделал в ходе двусторонней встречи с недавно избранным президентом Родриго Дутерте. При этом филиппинский глава государства в ходе саммита оказался вовлечённым в международный скандал. Барак Обама отменил с ним встречу из-за его недавнего публичного высказывания в отношении американского президента. Дутерте позволил себе неподобающую лексику. «Решение было принято. У них не могло состояться продуктивной и конструктивной беседы. Так что между президентом США и президентом Дутерте встречи не было. Слова имеют значение. Мы хотим видеть атмосферу взаимной и открытой кооперации». Представитель Родриго Дутерте сказал, что президент Филиппин сожалеет о сказанном. «Он сожалеет о том, как выразился в присутствии прессы, что привело к противоречию». На полях саммита также было подписано заявление о коллективном реагировании на природные катаклизмы. Для этого будет разработан единый план действий. «Асиан» включает 10 стран Юго-Восточной Азии, в том числе Вьетнам, Камбоджу, Малайзию, Таиланд, Филиппины и другие. Саммит завершается 8 сентября. Совет безопасности ООН решительно осудил Пхеньян за очередное испытание баллистических ракет. Члены Совета обещают принять дополнительные меры к уже имеющимся санкциям, если Северная Корея не откажется от дальнейших испытаний. «Совет безопасности должен оставаться однозначным и единым в осуждении этих испытаний. И мы должны принять меры, чтобы укрепить слова, которые мы написали на бумаге, усилить наши резолюции». Три баллистические ракеты были запущены в понедельник в направлении Японского моря. Они упали в воду примерно в 250 километрах от берегов Хоккайдо. Причём запуск произошёл на фоне саммита «Большой двадцатки» через несколько часов после встречи лидеров Китая и Южной Кореи. «Со своей стороны могу сказать, что этот запуск вызывает большие опасения для национальной безопасности Японии. И не только Японии, а всего региона в целом». «То, что режим КНДР использует большое количество своих национальных ресурсов на развитие оружия массового поражения, плохо скажется на уровне жизни, основных потребностях и гуманитарной ситуации северокорейского народа». Резолюции ООН запрещают Пхеньяну любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами. Санкции в отношении КНДР были наложены в 2006 году. В марте этого года Совет Безопасности ужесточил их в ответ на то, что в январе Северная Корея провела четвёртое ядерное испытание, в феврале запустила ракету дальнего радиосодействия. Кроме того, начиная с апреля, Пхеньян запускал баллистические ракеты более десяти раз. Власти Северной Кореи не признают запреты и называют его ущемлением суверенного права страны на развитие космической программы и самооборону. В американском штате Северная Дакота продолжается противостояние между коренным народом Сиу и нефтяниками. На севере резервации Стэнди Крок Сиу раскинулся палаточный лагерь протестующих. Они приезжают сюда на автомобилях и на лошадях. Их цель – добиться отмены строительства нефтепровода на территории резервации. Он пройдёт в тех местах, где находятся древние захоронения, а также там, где Сиу проводят религиозные церемонии. Кроме того, по словам индейцев, нефтепровод лишит их чистой воды, поскольку может загрязнить местные реки. «Наши предки говорили, что всё живое священно, и ко всему надо относиться с уважением. Мы так и поступали. Как американские граждане мы выполняем свой долг. Не отбирайте веру у наших детей в то, что эта страна справедливая». Протест коренных народов начался в августе. Его поддержали экологи и знаменитости, включая актрис Шейлин Вудли и Сьюзан Сарандон. В минувшие выходные между индейцами и охранниками строительной площадки произошли столкновения. Протестующие заблокировали подъезд к месту строительства, после чего более 20 человек задержала полиция. В то же время в связи со строительством этого нефтепровода начался судебный процесс. Во вторник окружной судья временно запретил проводить работы. Окончательное решение по делу прокладки трубопровода суд должен принять в пятницу. Однако, независимо от того, каким оно будет, индейцы намерены отстаивать свои земли до конца. «Эта страна, этот мир должны обратить внимание. Ничего нового не произошло. Коренные жители все эти 500 лет предупреждали, что наши земли будут разрушены». Строительство нефтепровода длиной более 1700 километров возглавляет техасская компания Energy Transfer Partners. Трубопровод должен соединить бакеновскую формацию с нефтеперерабатывающими заводами на побережье Мексиканского залива. Согласно плану, он будет проходить через территории Северной Дакоты, Южной Дакоты, Айовы, а также Иллинойса. В Париже возводят первый центр для мигрантов. Он вместит около тысячи человек и включит два корпуса в разных частях города. Один на севере столицы для мужчин, второй на юге для женщин и детей. Также будет организован центр распределения. Время пребывания людей будут определять индивидуально, исходя из ситуации каждого мигранта. «Мы должны найти новые пути решения проблемы. Каждый день мы сталкиваемся с нехваткой места для размещения». Мэр французской столицы отметила, что центры будут временными. Их строительство обойдётся в 6,5 миллионов евро. 80% покроет муниципалитет Парижа. «Этот центр для беженцев первый в своём роде в Европе, поскольку он находится в центре густонаселённого города, в центре Парижа». Тем временем сотни мигрантов продолжают жить прямо на улицах французской столицы. Али бежал из Судана. Говорит, что ожидал от Франции большего. «Я ощущаю себя животным, поскольку это не человеческая жизнь. Когда я приехал из Италии, я думал, здесь будет лагерь с местом для сна, чистой водой, чистыми туалетами. Но здесь нет ничего. Мы просто сидим на улицах». Мигранты организовывают стихийные лагеря из палаток и матрасов у железнодорожных станций. Иногда полиция их сносит, но людям не предоставляют альтернативных мест пребывания, поэтому они селятся в других местах. Один из крупнейших стихийных лагерей беженцев во Франции находится в портовом городе Кале. Его назвали джунглями. Там мигранты скапливаются в надежде получить шанс перебраться в Великобританию. Тем временем итальянская полиция во вторник раскрыла преступную сеть доставки мигрантов из балканских стран в Италию, а затем во Францию, Германию и Австрию. Выдан ордер на арест более 20 человек, из них 16 уже были задержаны. Среди них – сирийцы, алжерцы, египтяне, ливанцы и тунисцы. У полиции есть свидетельства, что группировка организовала транспортировку более 200 беженцев, каждый из которых заплатил им по 500 евро. Это были мигранты, прибывшие в Турцию и Италию по морю. Сверкание и блеск на международной ювелирной выставке в Лондоне. Драгоценные камни манят со всех витрин, привлекая покупателей. На фоне Брексита ни бриллианты, ни золото, похоже, не померкли. Но как насчёт всего рынка ювелирных украшений? Эксперты говорят, несмотря на то, что большинство британцев на референдуме проголосовали за выход из ЕС, на индустрии это никак не сказалось. «Британский рынок отреагировал на Брексит достаточно хорошо. Уровень уверенности среди людей достаточно высокий, несмотря на выход из Евросоюза. Мы даже укрепили торговлю в последние несколько месяцев». Два главных ювелирных учебных заведения, которые находятся в Лондоне и Бирмингеме, продолжают выпускать специалистов. Недостатка в инновационном дизайне нет. Благодаря этому бренд, сделанный в Великобритании, силён как никогда. «Главная задача британской индустрии украшений после Брексита – продвигать отечественную продукцию. У нас богатое историческое наследие и наивысшее качество. Мы должны добиться того, чтобы нас узнавали по всему миру». Пример инновационного дизайна – украшение Джоанны Боэн. Она с гордостью демонстрирует своё новое кольцо. «Эти кольца называются «взрыв». Они уникальны тем, что каждый украшает 21 оригинальный камень с неповторимой огранкой. Когда вы их поворачиваете, они сверкают». А это творение Кэти Троманс, которое только недавно закончила университет Бирмингема. Её последняя коллекция «Серебряных колец» на сказочную тематику. Например, это спрятано в башне Рапунцель. «Идея в том, что когда кольцо вы не носите, вы можете его хранить в особом месте. Оно становится частью композиции». На шоу свою продукцию привезли ювелиры из Бразилии, Дании, России, Германии, Португалии, Австралии и других стран. Представитель российской ювелирной компании, участвующей в выставке, говорит, что спрос на британском рынке очень высок. «Несмотря на то, что состоялся Brexit, Великобритания остаётся в глобальном смысле частью большого европейского рынка. Кроме того, уровень благосостояния британцев позволяет растить спрос на ювелирные украшения. И они любят пробовать новое». На растущий спрос также влияет слабый фунт стерлингов, который повышает покупательную способность британцев.